Я не очень часто даю презентации, поэтому в языке нужно будет запрещаться. Буду рассказывать я про камеру, про инструменты телескопа. Называется он ION-KIT. Переводится как APEX, Microwave Connectic Redactor Detector. Камера расшифровывается. Представляю я целый консорциум, состоящий из институтов MaxLand Institute Boom. Голландская школа для астрономии, СРОМ и Технический университет Дельфт. Ну такой же, как приблизительно здесь, где пособираемся. Значит, расскажу я буду сначала про самый большой проект ION-KIT. Потом буду рассказывать про то, что конкретно происходит у нас в Гронинге. Я думаю, что будет интересно послушать, как мы готовим большие чипы, большие матрицы детекторов у себя, и как мы их мерим, и что для этого делается. Ну и покажу первый результат тестирования. Значит, телескоп APEX, мы, наверное, все о нем слышали. Это 12-метровая антенна, расположенная на высоте 5 километрах в пустыне Атакама в Чили. Так высоко она расположена, потому что это субмиллиметровый телескоп, и там очень мало воды, и поэтому очень хорошая прозрачность атмосферы. Расположен он рядом с телескопами АЛПы. Эта тарелка имеет точность приблизительно 16 микрон СКУ, что позволяет, в принципе, ее использовать чуть ли не до 1,5 Гц, но на 1,5 Гц атмосфера уже не очень прозрачна. Значит, сам проект ION-KIT был, значит, два года назад. Он представляет из себя камеру прямых детекторов, работающую одновременно двугиапазонами. В окне прозрачности около 300 ГГц и в окне прозрачности около 850 ГГц. Вот здесь на картинке представлена прозрачность атмосферы для 0,5 мм конденсированного водяного пара и профиль фильтров, который мы используем для определения диапазона, то есть для задания диапазона от прямых детекторов, потому что они широкополосные, и мы используем узкополосные фильтры. Значит, эта камера имеет 34 ГГц ширину этих фильтров на 350 ГГц в виду и 100 ГГц на 850 ГГц в окне. Значит, плотность расположения точек в матрице 1 Фландо, то есть это не является найклестовым распределением, а в два раза реже, чем найклест. Поэтому этой камерой можем наблюдать только путем сканирования куска неба и таким образом восстановления потерянной пространственной информации. Основное свойство этой камеры, естественно, чувствительность должна быть ограничена только фотонным шумом атмосферы. Это первое условие. Ну а второе, что мы должны покрыть очень большую область покальной плоскости телескопа 15 на 15 угловых минут. Это очень... на самом деле нет ни одного инструмента в 100 мм, который имеет такую большую зону покрытия. Ну а, так сказать, чтобы покрытие с требуемой плотностью, нужно 3500 точек в матрице для низкой частоты и, соответственно, 2600, то есть 21 килопиксель в матрице на 850 Гц. И, собственно, в этом и заключается задача. Сам инструмент является криостатом вложения на 4 градуса, в котором смонтирован абсорбционный обхладитель, ГЕЛИ-4, ГЕЛИ-3, ГЕЛИ-3, включенный последовательно, чтобы обеспечить температуру приблизительно 250 мкм. Значит, качество детекторов, ну, естественно, такую величину матрицы можно сделать только на детекторах на генетической индуктивности, которые работают следующим образом. Он просто делается четвертьволновый резонатор с открытым концом здесь и за короткой в районе антенны. И он резонирует на определенной частоте, скажем, на 5 ГГц. И эти резонаторы подключаются к одной линии. Резонаторы настраиваются на разные частоты, немножко на разные частоты. И к одной линии можно подключить несколько, физически, может быть, несколько тысяч таких резонаторов. Ну, а, так как система считывания имеет ограниченные возможности, на данный момент количество резонаторов на одну линию ограничено 1 тысячу. Значит, здесь мы используем гибридную технологию, То есть все, что на экране показывают желтым цветом, сделано из необититана нитридов, который ниже терагерца является идеальным сверхпроводником. То есть вся антенна у нас идеально проводит, то есть ее можно рассчитать идеальным образом. А собственно поглощающая часть, это центральный проводник этой клонарной линии, находится вот здесь, где наибольшая пульсистока. Здесь-то как раз и мы используем алюминий, у которого щелевая частота 90 ГГц. То есть все батоны, которые больше 90 ГГц, они разбивают купер-пары и, соответственно, дают нам сигнал. При этом квазичастицы, которые там образуются, они не выходят за пределы этой алюминиевой линии, потому что на краях существует андреевское отражение из-за того, что щели нерго-титанной нитриды намного больше щели алюминия. Поэтому мы не теряем квантовую эффективность и у нас не происходит диффузии квазичастиц. Соответственно, если у нас попадают сюда фотоны, то если резонатор без фотонов выглядит так, то под воздействием фотонов резонансная частота сблигается влево, то есть у нас увеличивается кинетическая индуктивность, а также изменяется Q-фактор этого резонатора, то есть он, соответственно, уменьшается. То есть у нас появляются полнотные потери. И все это мы можем считывать. Для того, чтобы перед тем, как начать такой огромный проект, такую большую камеру, мы, естественно, съездили на телескоп с небольшим клеостатом, вот с такой же системой ГЕЛИ-4, ГЕЛИ-3, ГЕЛИ-3, с маленькой матрицей, в которой было всего 16 точек, для того, чтобы можно было померить, какая мощность падает на детекторы непосредственно в условиях телескопа. Потому что это только можно и телескоп померить. Ну и, соответственно, нам удалось продемонстрировать, получить такую чувствительность влокационную, 220 милиджанский на корень секунды, и померить несколько источников типичных калибраторов от 1 джанский до 0,1 джанский. Это просто, чтобы продемонстрировать, что на самом деле технология АНКИД работает. Если посчитать, я специально здесь оставил надпись, что это предварительный расчет, потому что камера еще не установлена в телескопе. На этом графике представлено, сколько времени займет, чтобы с определенной точностью просканировать 1 квадратный градус на небе разными инструментами. То есть, например, инструмент Собока, который уже присутствует, это субмиллиметровая камера на телескопе АПЕС. Или, например, Спайр, который находится на вершине. Но видно, что космический телескоп все-таки имеет преимущество. Но ту камеру, которую мы делаем, 1 квадратный градус занимает всего 77 часов, что практически в два раза, потому что масштаб логерфмический, в два раза лучше, чем самая большая камера, которая сейчас существует на свете и установлена на телескопе Джеймс Клэрк Максвелл на Гавайях. Называется Скуба Ту. Особенно наше преимущество видно на низких частотах. То есть, на диапазоне 350 ГГц. Здесь, естественно, мы намного быстрее, на порядке быстрее всех остальных. Даже быстрее АЛМ, которые все 64 телескопа просуммированы вместе. Это из-за того, что у нас очень много точек в камере в сравнении с АЛМ. Значит, зону покрытия фокалий плоскости для сравнения тоже показана на этом рисунке. То есть, вот 15 на 15 минут дуги. Это анкит. Ну и вот остальные убираются там внутри. А также показаны размеры пучков. Естественно, так как мы не в космосе, у нас 12 метров, то, естественно, у нас хорошее пространственное разрешение может быть достигнуто. Особенно на частоте 850 ГГц. Потому что как раз эта частота является достаточно неисследованной. Очень мало инструментов. Значит, наши коллеги из Бонна разрешили мне показать вот этот вот слайд. На котором слева видно расположение инструмента в кабине телескопа. То есть, вот это зеркало приблизительно... Сам телескоп находится сверху. И сверху уже вторичное зеркало телескопа. Кучок идет сверху и попадает в зеркало М3. То есть, это третье зеркало, если считать это небо. Это большое зеркало, его диаметр где-то приблизительно 1,3 метра. После чего несколько плоских зеркал, система корректировки аберрации. И начинается криостат. Который сам по себе достаточно большой, но для этого размера матрицы очень компактный. Например, криостат с куба 2, в него, в принципе, можно зайти. Не очень высокий человек может просто туда по объему уместиться. А этот криостат имеет форму Z, потому что на самом деле чувствительность инструмента телескопа определяет не столько чувствительность матрицы, сколько фоном на этой матрице. А фон определяется качеством фильтрации, особенно пространственной фильтрации, так, чтобы на телескоп попадало только холодное небо и не попадал сигнал с окружающего пространства, которое находится при комнатной температуре. Поэтому видно очень много параллельных плит с поглотителем при 4 градусах. И поэтому сам криостат имеет форму Z, он просто следует к пучку. Сделано это из-за того, что в кабине не очень много места, как видно. И вот это все место занято системой считывания, обо которой я поговорю отдельно. Значит, система считывания тоже изготовлена в Бонне. Она сделана на Field Program FPGA-матрицах. Ширина полосы оцепровки 2 ГГц этой системы. И также ширина полосы задания тоже 2 ГГц. Работана следующим образом. Кодируется сигнал в кольцевой буфер в ЦАП, после чего этот буфер проигрывается по циклу. Появляется набор тонов, который посылается в сторону матрицы, после чего проходит через матрицу. И, соответственно, фаза этого сигнала регистрируется, сигнал оцифровывается тоже в кольцевой буфер. Кольцевой буфер интегрируется, после чего, после определенного времени, он просто скидывается на компьютере. И в компьютере происходит преобразование, которое дает фазу и амплитуду, собственно, каждого тона, который прошел через определенный кит резонаторов. Таким образом, можно считывать несколько тысяч резонаторов. Система рассчитана на 2 тысячи резонаторов на одну плату. На один канал, соответственно, нужно сделать 24 канала. То есть это достаточно много каналов считывания. Но, в принципе, так как вся эта система была разработана в Бонне, это просто масштабирование, это просто изготовление печатных плат и программирование в ПГ. Мы, собственно, часть, за которой отследованы наши голландские группы, это изготовление, собственно, самой матрицы. Сама матрица у нас смонтирована вот в таком держателе, который позволяет вокруг монтировать магнитный экран. И у нас два диапазона, диапазон низких частот. Нам нужна только одна линия, потому что сама матрица содержит только 800 точек. И диапазон высоких частот, где на одном чипе, который как бы убирается на 4-х, ничего бы, пластином, на 4-х геймовых, нужно 5 линий опроса, потому что на самом чипе 5000 элементов. Так как мы используем печатную антенну, естественно, нам нужно делать матрицу линз. И вот матрица линз показана здесь. Мы делаем для низких частот ее из сапфира. А для высоких частот профиль линз настолько достаточно мал. То есть мы делаем это лазерным прожигом из кремния. Здесь настолько много линз, что их вообще, в принципе, не видно. Но на самом деле сама матрица уже смонтирована. Просто 5000 – это большая. Значит, технология, которую я только что описывал, гибрида небо-титан-нитридо-алюминия для детекторов, мы ее достаточно хорошо обмерили, чтобы понять, какой уровень шума. Вот на этом графике показан спектр отклика детектора от времени, стандартный для прямых детекторов. Здесь видно, что если мы увеличиваем мощность или температуру черного тела в измерительной системе, мы видим, что у нас есть горизонтальный участок, который, собственно, и есть характеристика того, что наш детектор ограничен фотонным шумом, который имеет плоский спектр. Это вот у нас скорость детектора, а это единица на F-шум. То есть, в принципе, если поместить детектор в систему с очень маленьким уровнем шумов, можно уменьшать мощность нагрузки и строить функционную чувствительность. И после уменьшения уровня нагрузки до определенного момента, мы видим, что функционная чувствительность определяется детектором. А вот голубая линия — это слепотонный шум. То есть, мы видим, что, в принципе, детектор сам позволяет нам получить на этой технологии именно то, что мы сейчас делаем. Флутационная чувствительность 3 на 10 минус 18, что для условий телескопа Апекса вполне адекватно, потому что фотонный шум на Апексе приблизительно 2 на 5 на 10 минус 16 в самую хорошую погоду. Он определяется, так сказать, шумами атмосферы. Атмосфера является черным телом. Ну и в самую хорошую погоду черное тело 30 градусов приблизительно получается. Значит, самая основная проблема для наших чипов — это то, что если мы располагаем несколько резонаторов рядом друг с другом по частоте, мы, естественно, их кодируем равномерно, с равномерными расстояниями между ними, но, к сожалению, они взаимодействуют электромагнитно, а также они чувствуют толщину пленки. А толщина пленки у нас, к сожалению, неравномерная по 4-дюймовым пластинам. Мы работаем над этим вопросом, но в результате частоты этих резонаторов сдвигаются. И, например, вот в этом случае просто два резонатора имеют отклик на одну частоту. Что получается при этом? Это означает, что если мы считываем тон на частоте, этот резонатор имеет отклик на сразу в нескольких местах матрицы. Как показано здесь. Это вот мы измеряем диаграмму направленности этой матрицы в лабораторной установке, и видно, что очень много точек откликается на один и тот же сигнал. Это происходит из-за того, что на линии опроса у нас не было мостиков, нам пришлось изобрести технологию и каждый резонатор делить друг от друга при помощи мостика, который перекинут через клонарную линию. И тогда, естественно, наш опыт очистился. Здесь представлена диаграмма направленности уже окончательного варианта. А это делается лидографически. То есть на самом деле мы уже получаем чип с мостиками. Чего? Мостик их сделан из алюминия, а поддерживается полиамидом. То есть это сделано из-за того, что если хотя бы один мостик падает, то весь чип уже не работает, поэтому мы специально поддерживаем выдели. Значит, ну, по-моему, мне надо ускоряться. Значит, реально бокальная плоскость каждой состоит из четырех таких матриц, которые мы делаем. Ну и, естественно, для того, чтобы все это сконструировано, технология готова, ну и, в принципе, нужно как-то эти большие чипы измерять. Можно, конечно, молиться. Вот, значит, мы были на Тергерсовой конференции в Японии два года назад. Попробовать такую технологию. Попробовать такую технологию не очень работает. Надо все-таки разрабатывать тестовую систему. И это, собственно, для того, чтобы перед тем, как ехать на телескоп, мы должны изготовить достаточное количество этих чипов и померить чувствительность каждой матрицы. Для этого мы в Гронинге разработали систему тестирования, которая позволяет тестировать одну четверть. Вот здесь изображена система монтирования с разными температурными уровнями. То есть, начиная, она монтирована на четырех градусов, потом идет уровень 0,8 градусов, потом идет уровень 0,3 градуса, и потом идет уровень 0,26 градуса. Причем на 0,26 градуса нам можно рассеивать только 0,5 микроватт. И, соответственно, видно, что все 10 кабелей, которые нужно для тестирования одной четверти, они здесь проведены и присутствуют. Естественно, все это монтируется в магнитном экране, и в большой системе кучок идет на матрицу сверху. Для того, чтобы матрицу с такой величины потестировать, нужно создать достаточно большой объем талонного пространства. И вот здесь изображен криостат, который мы уже построили в Гронинге. Он сейчас работает. Собственно, сама матрица смонтирована в этой точке. Существует система внутри ручки этого, да? А сейчас увидишь тут фотографию. Вот, с человеком. Ряд с ним, с натуральным человеком. Значит, внутри криостат система ограничения по телесному углу пропускной способности. Для того, чтобы померить нормальную чувствительность, нужно также ограничивать уровень фонного шума, и, соответственно, должна быть фильтрация пространства. Все это требует достаточно большого размера, потому что нам нужно получить изображение достаточно большой матрицы без аберраций снаружи окна криостат. Ну, так времени уже не очень много. Изображение без аберраций при помощи оптики из двух зеркал не получается. Нам приходится использовать оптику из четырех активных зеркал, которые два зеркала расположены внутри, а два зеркала расположены снаружи, и только после системы наружной оптики. Мы получаем идеальное изображение матрицы, и мы можем померить диаграмму направленности и так далее. Значит, сам по себе криостат, естественно, намного больше, чем маленький криостат, который мы обычно используем. То есть вот этот вот криостат уже во время его приемки в Мюнхе изготовлен компанией под названием Мюнхотерапия. Теплый прием. Вот. Теплый прием. Но достаточно большая система. Она стоит уже сейчас в Гронинге. Части оптические вот уже неделю-две назад, как у нас в лаборатории, то есть сейчас ее собирают. Но до этого мы используем этот криостат для тестирования, собственно, самих чипов без оптического доступа снаружи. То есть этот криостат уже охлаждается, и туда можно поместить эту структуру для поддержки чипа. И вот на этом графике представлен отклик по частоте чипа низкого диапазона на 350 ГГц. Здесь, если вы можете сосчитать, все 800 точек присутствуют. Для того, чтобы получить такой же отклик, как под нагрузкой на небе, мы просто нагреваем чип до 360 мк, то есть создаем там температурные квайс-частицы, которые эквивалентны по количеству квайс-частицам, которые создаются фотонами в условиях телескопа. И вот здесь показано для разных температур профиль наших кидов. В принципе, глубина резонатора на телескопе 10 дБ, что, собственно, нам требовалось получить. То есть чип вполне работает. Мы уже изготовили и измерили 4 чипа на диапазон низкой частоты, и теперь заняты измерением чипов на высокой частоту. Каждая из матриц, естественно, имеет 5 линий опроса. Ну, 5, так сказать, графиков здесь сложно поместить. Вот измерение 4 линий опроса для одной из матриц, показанной здесь. Опять же, у нас количество годных детекторов превышает 90%. То есть уже эту матрицу вполне можно использовать на антископе. 90% — это не значит, что мы не можем найти детектора. То есть это, кстати, качество изготовления хорошее. Это значит, что 10% детекторов перекрывается по частоте, и мы их не можем использовать напрямую. Хотя я разработал математический алгоритм, который позволяет на самом деле опрашивать сигналы в двух точках резонаторов и использовать их все равно после элементарных математических образований. — А что на последние провала такие полосы? — Дело в том, что система считывания, она у нас двухполосная. То есть мы располагаем генератор гетерогина и складываем верхнюю часть с нижней, потому что, если видно, здесь диапазон с 4 до 8 ГГц, а система считывания имеет полосу 2. Количество резонаторов, которые можно в 2 ГГц, оно не ограничено. Но вот ширина полосы 2 ГГц ограничена. Поэтому мы просто берем генератор гетерогина микроволновый и складываем верхнюю часть с нижней. Ну, это и, собственно, все, что я хотел предложить. Это, собственно, было то, чем мы сейчас в последнее время заняты. То есть мы, в принципе, собираемся поехать и установить всю камеру. Сама камера в Бонне, вот тот большой криостат, уже охлажденный стоит, работает. И мы поедем на телескоп АПЕКС приблизительно в ноябре этого года, чтобы начать уже запускать камеру с 26 кП в ноябре весной они поедут туда. Хотя там их мало, так вот. Весная уфиг там рядом. Спасибо. Солен, я вас попрошу, пожалуйста. У меня двойной вопрос. Один – это сколько у вас фоновой мощности приходится в пиковатах на один пиксель, и какой физический миллиметр размер 1F лямб для диапазона 345? Для диапазона 345, 1F лямб – это 2 миллиметра. 2 миллиметра. А мощность пиковат – 50? 50 пиковат. Это у нас в экспериментальной системе. А мощность на телескопе только на телескопе можно определить. Это как раз и есть. Нет, но расчетная мощность… Ну да, ну 30 градусов в небе есть, он сказал, дальше считай. Ну я тебе сказал пробежительную расчетную мощность. 50 пиков. Пика. Пика, пика. Это на все? Не знаю. Один пиксель. На точку. На каждой. На каждой. Я могу ошибаться, в принципе, я должен посмотреть расчет. И тогда двойной на то. Так вот есть двойной? Уже все исчерпано? Чего двойной? Вопрос-то. Ты как раз? Вопрос-то получил. Пожалуйста, исчерпай. Вопрос-то такой. А вот СРОН не потратил на этот бюджет ни копейки, ни рубля, ни одного евро. В СРОНе это финансируется из моего гранта ERC, который 800 тысяч евро. 800 тысяч евро – это занятие, деньги можно купить криостат и обеспечить зарплату В принципе, да. Ну, сказать, за воркшоп все-таки срок платит. Где-то приблизительно 200 тысяч. Ну, то есть, вот миллионы вышло. Но для такой огромной работы миллион недель. То есть, если мы, скажем, пытаемся, ну, много чего-то… На это не все затраты. Матрицы мы делаем в утрихте. За это мы не платим. Это, естественно, ресерч. Это их, так сказать. Это я не знаю, сколько они надо тратить. За что они-то платят? За матрицы. За чистую комнату. Самую-самую дорогую. Чистые комнаты. Если считать коммерческий бюджет, то он, конечно, будет и один миллион евро. Илья Сергеевич. Более семь миллионов. Как прошел митинг по миллиметрону? Да. Вчера. Ну, просто вот. А вот дополнительно. Сверх программно. Митинг по миллиметрону прошел в конструктивной и дружественной установке. Ответ хороший. Какой вопрос? Совершенно верно. Я думаю, что дальние детали можно обсудить во время обидов. И у нас будет ответить на перерыв, и мы это обсудим с удовольствием. А все-таки по докладу еще есть вопросы? Нет. Ну, тогда давайте поблагодарим Андрея Михайловича. Такие замечания, серьезные.